В сквере Юность начались работы по замене брусчатки. Дорожки, по которым прогуливаются сотни химчан, совсем скоро приобретут совсем иной вид. А главное, станут более удобными для жителей. Последняя масштабная реконструкция проводилась здесь в 2015 году. Тогда специалисты оборудовали тропиночную сеть, установили детскую и спортивную площадки. Со временем плитка износилась, появились сколы и другие недостатки. В связи с этим принято решение обновить прогулочные аллеи сквера. Данное мероприятие будет проходить в рамках программы содержания и ремонта текущего. Будем делать брусчатку. Сейчас будет проводиться сметный расчет. Мы определим количество брусчатки, рассчитаем стоимость и приступаем к работам. Жители часто отдают предпочтение прогулкам именно в этом сквере. Он находится в самом сердце старых химок и существует уже несколько десятков лет. Летом здесь можно насладиться прохладой в тени деревьев, а также поиграть в настольный теннис и позаниматься на спортивных тренажерах. Конечно, в последние годы город действительно хорошеет. За порядком в городе следят ежегодно. Порой сажусь на лавочку и здесь сижу, любуюсь видами города. Текущие работы и масштабная реконструкция проходят во всех городских локациях. В зоне отдыха Экоберег меняют асфальт, а в парке Толстого завершается первый этап большого ремонта. Там установили один из самых больших аттракционов Подмосковья. 50-метровое колесо обозрения. Появится скейт-парк и памп-трек. Сухой фонтан. Одно из главных новшеств сезона – обустройство Химкинского лесопарка. До конца 2023 года там планируют открыть велодорожки и лыжероллерную трассу, установить лавочки, навесы, урны и подключить видеонаблюдение по программе «Безопасный регион». В рамках второго этапа благоустройства – обновление входной группы, спортивной площадки, футбольного поля. Работы проведут в 2024 году. Кирилл Петухов, Руслан Сафин, Вільфрид Дзимковский. Новости Химки ТВ.